Всем трема доброго времени и суток, это канал Boring, Дмитрий или скучный? Скучный я! Да уж, куда же без потевушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры. Ой, SnowRunner, напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо анониму, он знает за что, ссылка на донаты в описании под видео. Еще один теплейший респект, сварту, он также знает за что. Что, что, ну что, что мы тут делали? Контроль качества, ага, так, да, вспомнил. А потом у нас вот это вот, вот эти бочки, да? Угу, то есть нам нужна Варонесса. Варонесса? Варонесса. Ну, давайте Ворн, ну что, на итоге уже ездили, давайте на Ворне покатаемся. Да-да, я помню эти ваши разглагольствования про разнообразие, и вот вам разнообразие. Видите, у меня целых две машины задействованы, даже три, даже иногда четыре, даже пять. Ну, сколько еще, куда больше, блин, остальные сюда тащить? Не хочу. Не хочу. Давай, берелась. Тащите сюда, располагать их тут. Бля. Ну, что ж, так. Ну, что ж, ну, что ж. Ну, что ж. Наверное, как-то так. Потом, видимо, как-то так. Потом, видимо, как-то так. Потом как-то так. Потом так, так. И вот так. Наверное, поехали. Посмотрим. Нажал на эту, на пробел, на эту пробел. Так, свет горит. Да, свет горит. А свет горит, и мудрый говорит. Ай, поны мать, ты шо, вбурел? Нет, мудрый не это сказал. Теперь понятно, почему я с той стороны переезжал все время. Хорошие напоминания. В тайге рядом перевернул бы, ничего страшного. Да уж. После восстановления этого моста, вот эти завалы смотрятся реально. Издевательства просто. Чё, не как? Ты, говоришь, не будешь. Можешь? Чё, ну что? Не прибедняйся. Мы ж перелезали через это уже. Пару разиков. Пару разиков. Газовый. Ну ты чё? Поехали. Ау. Вкуски набираешь. Вроде асфальт. Вроде всё. Подожди-ка, а может быть? Ну вот сюда. Сейчас вот здесь соображу. А, это ладно. Едем как ехал. Едем как ехал. Посмотрим. Где-то здесь. Где-то здесь. Где-то здесь. Уху. Ай, блять, ай, блять, ай, блять. Может не так страшно, но всё равно стремноватенько. дайте на лодке покататься гады лодки нарисовали покататься представляет какой бы ажиотаж вызвал хотя бы одно задание на катере здесь даже просто доехать из точки а в точку б я не знаю там фигню просто сотворить плюшевейшую но я думаю у многих фанатов этой игры это вызвало бы более чем живой интерес мало ли что ли тут воды я думаю это могло бы быть очень интересно любопытным опытом для разнообразия тем более некоторые скауты и так весьма неплохо плавают как говно в проруби но все-таки ведь плавает же я бы сказал что ходит но нет оно именно плавает это хождение там нету гадюй переползу какой-нибудь сделать этот но и про катера не обязательно катер а это ночью катер на воздушной подушке все тот же мог через эти перебираться небольшие препятствия на воде ну или давно какой-то карте реально такую штуку организовать это могло быть очень прикольным опытом это была бы мелочь фансервисная мелочь все-таки мне кажется это зашло бы многим заборчиков по наставе хлипаньких маленьких плюшеньких проверить контрольный пункт на кт на кт на кт пункт контрольный пункт здесь тут не будет этап 2 нет кажется в порядке вода чистая спасибо тебе за помощь держи благодарности жителей региона от всей жизни 2600 баксов но вы жлобьевого так не в том месте не в то и не 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 погоди не ты сейчас коварный овраг да так и сейчас нам надо как-то куда нам доставлять их нужно кто а все к дому джека да ага то есть в принципе сейчас мы как-то так 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 и видим вот так давайте попробуем это сейчас идея в чем это пролезть наверх туда получится конечно нормально подъем имеет место быть крутоватый немножко но но именно что немножко то сейчас берем обе бочки плюс прицеп волокем это все безобразие к дому а и машина отдельно до ой а я прям сразу сюда приехал а еще прицеп к верху нагревая лейтсу план ну зацепи ну фадла все таки уехала сапога не взгляну давай поднимай теперь ты смысл ну чё ну ну что ты говнишь то а ну чего удалить груз блин ну вот же он стоит а ты смотри прям ну ну нет да ты чего капец тут вот да ну поставь это нормально то все сейчас чё происходит он отказывается упаковывать это шутка такая что ты чё парень раздуплился и чё это было а вон где зараза так сейчас погодите а 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 Ну сейчас ты упакуешься. Ну ладно. Нормалёк. Нормалёк, нормалёк. В принципе, теоретически можно сразу и прицеп на голову всё положить, но снега тупо возиться неохотно. Перевернул сразу. Странно. Это очень странно. Я бы даже сказал подозрительно. Откуда такая, понимаешь ли, осознанность? Правильность? Что-то это прям опахивает некой подставой. Всё. Эту хероту доставили. Так. Поворот. Поворот. Хе-хе-хе-хе-хе. Мы помним, как эта гадость работает. Так. Где он тут у нас? Ммм. Как тут лучше-то? Поехали. Упавший внедорожник. Ммм. Поехали. 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 Там чё, хаммер лежит? Да не, показался, наверное. Эк ты летел, я летел с самосвала, тормозил головой. Это реально хаммер. Тихо, тихо, тихо. Давай. Да, это хаммер, неожиданно. С одной стороны, почему бы и нет? Так говорится. Почему бы и нет, да? Ой, блин. Ну а какого ещё пара чуть-то? Ой, да ладно, подождите, его ремонтировать что ли надо будет? Блин, я не посмотрел, там была вторая фаза или нету этого задачи, третья в данном случае. Блин, если ремонт, ну это просто гнать сюда ремонтника издалека. Надеюсь, что нет. Ну, хаммер на шоссейных колёсах, да, это конечно забавно. Не знаю, что ли плакать, то ли смеяться. Давай, ты смогёшь. Колёса шоссейные, это видно. Никаких усилений, вообще ничего на нём нет. Ни подвески, ни ничего, в общем. Хаммер в базовой комплектации здесь. Угу, конечно. А я это, помело Андерсен, блин. Помело Андерсен. Тут только на таких машинах и ездить. Угу, блин, тут хитрились бы. Насколько я помню, хаммер достаточно устойчивый. Хотя, учитывая, что он вез на это... Блядь, ты серьёзно... То есть ты... Да сука! Я же специально тебя поставил, так чтобы ты не попал в эту... Хуер игу, а. Нет, тут... Хм-хм, падла, ну почему? В смысле, прям держится, держится за эту текстурку, блядь! Говорит, да хуй ты меня от неё оторвёшь! Скотина! Говорит, это моя текстура. Ты что? Да поехали, блин! Отлипни ты от неё, заколебал. Давай, пошёл. Дерьмо кусок. Он реально может попросить его сейчас починить, ёлки-палки! Я про это вообще не подумал. Чё так темно. И ты, иди, иди! Ты что? Та-да-да-да-да-да-да. прицеп легче был тащить скотина сейчас сто пудов попросит его починить елки-палки удиви а нет смотри-ка ты ох машина придется долго чинить но все равно спасибо что вытащил все это не чинить вообще не так главное тут про меня забудь в этом так сломанный группу сломанная группу кто хру сломал сволочек так мы музык на котором лежу материал для хозяйства сломался в самом неподходящем месте теперь я не могу продолжить работать никто не взялся вытащить оттуда починить может ты сможешь может ты пойдешь на он сломался в самом неподходящем месте блять чувак что ты тут делал контрабанду встречал блять что как он сломался в самом неподходящем месте как ты его туда загнал чел я тебе сам деньги заплачу только расскажи как он здесь оказался блин ну пожалуйста какой бред а так ну чё изи ксюля поехали настал валера настал твое время так сюда да сюда 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 мы зря что мы может не зря это в основном не зря вообще не зря вот сюда и вот сюда на сложный маршрут куда ехать-то в другую сторону ах ты ж подлюка 6 каль подождите сначала отремонтировать поста ямба 2 так стопом не через из ремонта цикла 610 тварь ты же сука специально это сделала 10 выбирать и до 610 у меня 600 максимум 610 ай падла че делать бандит что подвести ну видимо да ну а какие варианты 610 а конечно понятно что у меня все равно не хватает но блин стой что мне все равно не хватает всего хватает колес хватает топлива хватает а вот даже на максимальной забитости ремонтника не хватает десяти деталей подаводом так стопа вот до сюда да ладно разберемся а у тебя сколько 450 понятно что-то в нем есть такое приятное не знаю наверно помимо всего прочего у меня еще к саму вот эту попасть по зигской кабине есть какие-то хорошие отношения потому что свое время когда я был сильно моложе у нас тут катались пазики в качестве этого общественного транспорта и на самом деле ну было очень прикольно когда-то поздно поздно ночью было энное количество водил которые допоздна задерживались по собственной инициативе в те или иные дни так прикольно идешь ночью время пол первого откуда-нибудь ползешь домой не торопясь а такси денег не хватает да и настроение гулять как это погулять и тут бац бебе оборачиваешься едет ты где-то куда-то да я туда давай полный клуб полный полная кабина такие же как ты все сидят трендят все примерно оттуда же откуда и ты не знаю что-то в этой машинке есть такое обаятельное так эх устойчивости бы еще бандиту добавить как бы прекрасно только устойчивости ему не хватает все хорошо скорость нормально проходимость тоже нормально вот устойчивость мощи да можно было бы добавить ну правда вопрос тогда нафига был бы нужен 605 если бы у бандита все это было четко назад задай ну что ж поехали единственно что плохо что у него спереди зацеп я этого не понимаю честно говоря почему у них у части машин спереди двойной зацеп но нет центрального просто помню сколько раз но обычно с этим как-то решает вопрос ну то есть может быть в базовой комплектации но обычно с этим вопрос как-то решается бандюга толкни его как следует то есть то есть Я был уверен сейчас застрянет на это дерево въедет, но нет, все-таки объехал он его. Сначала почини, потом привези. Чувак, может сначала привезти, а потом починили. Или как-то там объединить весь этот процесс. И вообще, может ты сам его починишь, мы тебе его привезем, а ты сам там разбирайся, чинить, не чинить, а то тоже. Давайте его почините, давайте его привезете. Надо чтоб потом этот грузовик мне в подарок не отдал. Типа, ой, ты так славно его привез и починил, забирай его нахрен. Просто после этого... И радостный клиент улетает в out. Перееду, не перееду. Ну, чисто теоретически. У меня сейчас как бы два вездеходика. А, тут такой лед. Устойчивый. Ладно, хорошо. Это хорошо. Тут дорожный лед. Наддорожный, придорожный. А вот это, по-моему, лед обычный. Или нет? Черт узнает. Ща посмотрим. Едем спокойно, не торопясь. По сути осталось только два задания внешних, да? Ну, на данный момент вроде как там помнится. Кто писал, что есть еще какие-то задания будут появляться? Ладно, посмотрим. Это не суть. Тихо, тихо, тихо. Ну, куда ты? Нормально же ехали. Ну, че? А, все, уж ты проваливаешься, да? А, ну ладно. Уже пофигу. Или не пофигу? Уже пофигу. Давай, бандит, подпинывай его. Вот, кстати, в таком сочетании, я говорю, бандит вообще очень хороший именно на льду. Потому что передний как бы проламывает лед, более или менее. То есть создают какую-то дорогу, и бандит периодически сзади его подпихивает. То есть сам бандит в плане пролома льда, он не очень хороший, будем честно. А вот именно в таком вот исполнении, то есть когда впереди тяжеловес, который лед по-любому ломает, в лёгкой ситуации, когда человек чуздка застревет, бандит ему сзади, БЫНЦ! Хороший такой толчок даёт. Нормально, действительно. Эффективное сочетание. Куда ж ты тропинкой меня ведёшь? А, не, всё правильно. Я уже думал, вон через это сейчас нарисовался дорогу. Но нет, всё нормально. Тогда сейчас как делаем? Наверное, оба через эвакуацию уйдут. Мне проще с той карты их опять привести, чем бандита обратно пешком возвращать. Ну, кстати, да? Действительно. Оба тогда с той карты приедут. Бандит на свою точку встанет. Бандит на точке. Продолжим движение. О, наш мост, который мы торжественно отстроили. Давайте им воспользуемся, да, мои господа? Это же будет так прекрасно. Воспользоваться этим мостом. Том, том, тутом. Мостом, том, тутом, тутом, тутом. Ай, ай, ай. Глаз чешется. Ладно, беру свои слова назад. Целый один раз этот мост мне нужен. Может, даже два. Поглядим, поглядим. Может, еще будет где-то нужен. Морозок. Другой. Блин, вот он, преудобнейший объезд, а? Аааа, какая же это хуйня. Честа, блин. Честа, блин. Вот он, вот он проезд, блин. Он оттуда. И залезаешь вот тут между деревьев. Ааа. Стоп, эй. Эвакуировать надо точно. Раз это губу раскатал. Тогда, наверное, с учетом всех поломок я, наверное, сейчас тогда бандита растрачу на него всего и его эвакуирую. А 605 его пусть сначала до точки довезет, то мало ли еще подчинить там надо будет или еще что-то подобное. Угу. Подчинить. Я подчиню его. Ау. Это сейчас что было? Это на что такое мы наехали там? Хм. 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 то мы сами что-то не очень вот ей богу в этом задании куда актуальнее было звучало что однажды ночью засияло как это что-то большое надвинулась на мою ферму засиял свет и мой грузовик вознесся в небеса после этого через трекер я нашел его вон там он лежал переломанные на крыше не знаю что произошло грёбаные марсиане ну пожалуйста доставь его домой вот знаете вот к этому объяснению мне вообще никаких претензий не было вот эта фраза сломался в самом неподходящем месте нет то что он сломался неподходящем месте это да это даже спорить нет действительно место вообще неподходящие непонятно правда как он в этом месте оказался ну это уже да это делал 10 таки здравствуйте сейчас мы вас будем ремонтировать так и ресистем так бандит давай валера настало твое время только злощева получить надо хорошим алё чувак ты видишь что ты хочешь это спасать уже уже гнили гнили весь того но очень смешно бак ты зачинил так так тогда давайте может его вытащить сейчас так 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 Интересное кино. Ты думаешь, эти... Ты думаешь, я тебя не вытащу? Ты зря так думаешь, приятель. Здесь надо будет я тебя в уголку. Здесь надо будет ягод. Здесь надо будет ягод. Здесь надо будет ягод. Играет музыка. Так, ну ладно, на его эвакуацию... А чего с ним ещё делать? В принципе, топливо он всё отдал. А, блин, можно было бы ещё топливо отдать. Ну ладно. Нимано что на выезд поставим. Потому что его ещё вернуть надо будет. Офуфууу. Как он там застрял, а? Неужели кран туда волочить придётся? Не яйцо! охота. Не хочется. Прям вот совсем-совсем. Да блин! Да блин! 605-й. Так. Сейчас будет смешно, если я на 600 метров перевернусь в хитрую здесь. Да, вот это будет не прикольно. Жизнь. Спасибо! иди ты но ты смотри него перевалить бы как-то через это место ну ты смотри залип за текстуру а никакого кто-то сейчас за жопу зацепить о отлично давай давай все вылез уже блин отцепись уже е-мое так, стоп а, это Аника а я что-то и не узнал ну и куда тебе его везти надо, падла естественно обратно в самую зоб а может по асфальту его приволочь тут тоже не особо удобно ну да второй раз воспользуюсь этим мостом офигеть это прям великолепно я бы сказал так, сейчас поставить на дорогу это чудо аника ага я ее не узнал откровенно говоря ну куда ты ее толкаешь так, во-первых, свет свет включался во-вторых, маячки в третьих год маячки ну поехали аника воин тебе судя по внешнему виду что-то твои военные подвиги уже давно закончились давненько он тебя тут судя по всему забыл а может он меня обманывает может он не забывал может это вообще не его машина ну сука может быть, может быть решил так сказать что меня можно обмануть таким образом рассказал сказочку вот и аника подталкивает хорошо кстати, аника, между прочим у меня же есть эти ну там один ремонтник еще один еще, по-моему, один анюк был еще один анюк и некий что-то такое было, блин надо будет посмотреть может их тоже вытащить что ж, забыл про них тих-тих-тих ну все-все задний хватит выпендриваться хватит делать вид что ты лучше меня ездишь если ты такой да успокойся ты, блин а, нормально как мне нравятся эти прицепные спасенные машины которые сзади делают вид что им все пофигу они сами могут отсюда уехать вот сядь в такую сейчас вот в такой комплектации ага умрет, блин, на первом же повороте на первом же камушке это я чошь получается три задания выполнил за одно видео ни хрена себе вы это не привыкайте к этому это так это временное помешательство обещаю справиться больше такого не будет так, мост использован дважды не, ну все оно того стоит целых два раза один раз в одну сторону и один раз в другую красота эх жалко нет у меня только того пульты которые тут которые тут грузы раскидывают потерянные по картам ну сейчас, блин, ваненький зарядил бы и сразу туда удобно а то как радиоактивные эти бетонные кубы расшвыривать так это по всей карте разлетелось а грузовичок так запустить слабо чтоб он сразу на место приземлился все дальше и дальше точнее ближе и ближе так давно птичек не считал испугнутых гудком лень лень и неохота так ну хорош там ломаться я тебе чего чинил чтоб ты об меня ломался теперь давай вылезай давай вылезай в рот в ту сторону ехали а вот нет тоже повалился блин странно мне казалось что более устойчивый лед более устойчивый лед был больше его нет ничего ты не попишешь так ну вот это насколько я помню лед вообще твердокаменный что-то мнется но не ломается и это охренетительно и и ты любитель ломать грузовики не в том месте не в то время получи распишись козлина и 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 все-таки справились только мост остался да блин по-хорошему бы его сделать надо да чтоб его сделать это надо на батонный завод привезти эту эту ну эту ну вон ту ну как ее ну знаете да вот эту самую в принципе как вариант можно сейчас эвакуироваться зиксом подцепить там бабулю с генератором и всю эту конструкцию привести вот сюда потому что это в любом случае надо вообще идея неплохая или анику ну то есть туда в любом случае нужен генератор потому что одной плиты не хватает то есть там в любом случае надо ее делать хоть-то лопни хоть-то тресни ты что ты так лихо поворачиваешь так то есть мы сейчас берем гараж где у нас тут а кто это у нас там дрожить ты что тут делаешь хе-хе-хе бабуля хмм феникс а вот и аника да а на тебя же вообще ничего не ставится по-моему да а нет топливный баг ставится да давайте его возьмем прикол почему бы и нет давно он у меня не ездил никуда действительно только его перекрасить нужно под цвет о dlc пойдет да да у нее такая прикольная раскраска есть да че странно все таки что батя не красится то есть мы сейчас берем вот это в качестве заправки и так генератор а в генераторе уже топлива есть я же правильно понимаю да да в генераторе уже топлива есть и вот эту вот охренетительную конструкцию в следующий раз паровозик мы отправляем на ту сторону правильно правильно догоняем вот сюда то есть как тут и надо будет разобраться с мостом с намасте бетонные плиты металлические балки но балки то ладно балки тут ездим так ну вот балки пожалуйста тут есть тут плиты 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 но плиты кстати да тоже можно будет то это вороны тайга их где вороны кстати ага вот вороны вот тайга вернуть вороны сюда сюда две плиты угу а балки а балки а балки что только здесь что ли да ладно серьезно да догонишь да ты гонишь серьезно а здесь у нас где балки а ну да пошел я нахер а нет смотрик ты балка 1 ну тут каркасы да и есть как бы а че у нас тут тоже с балками такая жопа день фиг серьезно не так уж и много ну ладно значит оттуда балки возьмем ну в общем ладно это все будет в следующей серии ну как не это все дай бог паровозик наш запровочный электрический доставить я сейчас вводил в тепло как обычно машину включить чтоб прогрелась ну а вам народ всем огромное спасибо за просмотр напоминаю что ссылка на плейлист на дискорд на донаты на яндекс на группу вконтакте все это в описании под видео извиняюсь за свое сопение всех тоже досюда досмотрел обнимаю парни хлопаю по плечу девушек чмоков щечку увидимся в следующей серии сноурайнер это сноурайнер про коменты лайки сказал донат на ваше усмотрение вроде забыл все что хотел как то так